Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Я очень рада, очень рада снова снимать для вас видео после перерывчика. И пока у нас идёт конкурс, я решила рассказать о своей коллекции очков. Если вам интересно, оставайтесь со мной. В общем, в последнее время, я как понимаю, у меня собралось очень много очков. Ну как много? Для меня много. Сегодня я была у тёти, и у неё, оказывается, очень много очков. Даже больше, чем у меня. Но тем не менее, для меня это много очков, потому что раньше я думала, что нужны одни хорошие очки. В принципе, я сейчас считаю, что одни, но точно должны быть хорошие очки. Но так получилось, что у меня уже накопилось много очков. И почему-то именно в этом сезоне, именно вот этим весна-лето, я прям начала задумываться об очках, задумываться о модных очках. То есть я, прежде чем покупать очки, просмотрела, что сейчас модно у нас, что там вот носят, вот, да, стильно. И почему-то я на очки стала смотреть по-другому, потому что эти очки стали как аксессуар такой дополнительный, как серёжки к костюму, да. То есть мне очень понравился образ. Покажу фотографию, где у меня сиреневый костюмчик, да, и очки идут такие же сиреневые. Но, к сожалению, я их забыла в Москве, сегодня вам не покажу. У меня есть такие похожие, только в другом цвете. Я их покупала на Кипре, сейчас я покажу. Ой, не на Кипре, а на Мальте. Вот такие очки, вот вы видели фотку, вот у меня такие же есть. Я их покупала на Мальте, пыленькие, в двух цветах. Мне очень понравилось, как они вот, они сидят, во-первых, хорошо, да, и при этом они очень такие прикольно отражают. Вот такие вот у меня очки. Они очень подходят, мне кажется, по, по этому, ну, по своей оправе, да. Плюс они такие вот необычненькие. Заодно мне будет интересно ваше мнение, какие очки вообще мне подходят больше. Значит, вот эти я покупала, они совсем недорого стоят, это не какая-то там фирма, там, просто они классные. Это вот на Мальте, там, на берегу продавались вот такие разные очки. Но я таких вот не встречала, прям вот такие где-то интересные. Дальше, давайте поговорим сначала о, о старых я вам потом расскажу, да, поговорим о новых, то, что я купила. Значит, я была в Москве, купила вот такие интересные очки, может быть, вы уже видели у меня в Инстаграме, там, все в фотках. Вот такие очки. Сейчас я, как поняла, модные зеркалки. Модные зеркалки, модные вот эти вот штуки, как лисички сделаны в какие-то 80-е или там какие-то годы, я не знаю. Ну, в общем, они модные. И я вам советую зайти в кеды, кто не был еще. У нас в Ростове, кстати, к сожалению, нет такого магазина, но есть в Москве. Может быть, как-то заказать можно в Ростов, не знаю. Ну, короче, у них очень прикольные стильные очки, модные. Вот. Например, вот эта вот оправа, она подходит вообще ко всему. То есть, чтобы не было у вас черное, белое, серое, розовое. То есть, они вот, видите, вот прям стиль-стиль. Я вам так показываю, чтобы на солнышко, да, вот оно как бы... И вот вам без солнышка. Вот, со всех сторон. То есть, эти очки мне вообще очень нравятся. Но так как я начала смотреть на очки по-другому, как аксессуар, как сережечки, да, я просто в этом году напала на очки по-сумасшедшему. И начала все покупать. Значит, это я купила в Ростове. Вот очки. Это то, что, знаете, вот очки по тысяче рублей на стендах у нас в Горизонте, еще где-то. Тоже они очень интересные, стильненькие. Сейчас я их буду протирать. С белой вот такой вот оправой. Хотела вообще купить себе что-то вот такое модное, яркое, но все время меряю и думаю, блин, как это и нелепо. Как-то я себя чувствую в них не очень хорошо. А эти вот сели как бы и стильно. Я считаю, что как нужно выбирать очки, да, как выбираю эти очки я. Цвет у них немножко такой фиолетово-сиреневый. Коричнево-фиолетово-сиреневый. То есть интересно. И вот эта вот белая оправа, мне кажется, она очень интересно тоже смотрится. Как я выбираю эти очки? Я считаю, что очки они должны украшать, ни в коем случае не портить, даже если они модные. Они реально должны вас делать еще, ваше лицо еще дороже, еще стильнее. Вот раз я такая простая-простая девчонка, раз одела очки и сразу такая стала модная девчонка. Я считаю, что так нужно. Вот в Москве я еще выбрала очки. Я искала круглые очки. Вот на мое лицо круглые очки вообще не подходят. Но я нашла круглые очки, которые мне подошли. Причем почему-то я, ну, на мой взгляд, они подошли, да, и почему-то, когда я их померила, я сразу поняла, что они. Я еще прошла весь охотный ряд и не могла как бы найти ничего, ну, как бы, да, ничего не сидело. В общем, казалось бы, много таких вот у нас вариантов очков, но не сидит ничего. То есть в этих очках что-то такое есть, что они сидят. Ну, на мой взгляд, они сидят на мне. Вот, и мне кажется, что я в них еще такая крутая, модная девчонка. Не знаю, кстати, как вот оно смотрится. В очках я сразу перестаю видеть себя, как вы меня видите. Так что оценивайте, как вот эти вот круглые очки мне смотрятся. Вот на солнце смотрю сбоку, чтобы вы видели, да, отражение и все такое. Еще я, когда меряю очки, я всегда делаю хвостик, да, то есть, потому что с распущенными может идти, а без распущенных может не идти, например. Не знаю, хорошо, что я села вот так вот, да, на солнце или нехорошо, как вам видно вообще. Ну, думаю, наверное, на солнышке лучше смотреть. Мы же от солнца покупаем очки. Дальше. Вот это я покупала очки. Тоже у нас в Ростове, уже не помню где, но тоже они недешевые были. И они у меня очень прям тоже сели, подошли, прям с мамой покупала. Очень мне нравится, что внизу нет оправы. Такие они коричневенькие, стильненькие. Тоже, в принципе, подо все идет, да. То есть, собиралась купить одни очки и надолго. А получилось так, что вот сбоку на солнце смотрю. А получилось так, что купила много. И теперь просто, чтобы я не одела, я могу выбирать. Вот очки, которые мне подарила тетя. Она говорит, ой, мне такие не идут. Они тоже кругловатые, но не круглые. Они немножечко такие, не круглые. Но мне кажется, что это прикольно сделать. Поэтому я взяла у нее, да. Потому что мне кажется, что они интересные. Можно их вот одеть, да. Не выглядят они, что прям вообще дешевые. То есть, что-то в них есть, смотря под что одеть. Хотя они недорогие. Простые очки, пластмассовые, да. Но интересно сидят. Они зеленые, темно-зеленые такие оправы. Так, что у меня есть еще? А, старые очки. А это они сейчас модные, получается. Я не помню, честно, где и за сколько я их покупала. Они недорогие, я думаю. Они зеркалки. Сейчас же зеркалки модные у нас, как вы знаете, да. Еще капельки вот такие вот. Но мне кажется, честно говоря, капельки. Это прошлый век. Мне уже просто надоело. Они были в прошлом году модные. И позапрошлом тоже модные. Капельки, капельки уже сколько можно? Эти капельки. Надоели уже. Мне не нравится. Мне вот сейчас лисички остренькие. Что-то такое стильное, кричащее. Мне очень нравится. Но я себя в них чувствую не совсем уверена. Поэтому такие не беру. Так, что у меня еще из очков есть? Что у нас тут спряталось? А, вот эти очки я покупала. Ой, где покупала фирму? Уже не помню, блин. В торговом центре. Но я покупала специально под одно платье. У меня есть такое рыжее классное платье. Надо вам как-нибудь коллекцию моих платьев показать. Длинных. Обожаю длинные платья, но один-два раза одела и висят они. Некуда в них ходить сейчас. В Москве было. А здесь как-то некуда. Вот такие очки. Ну, это вообще как-то не мой стиль. Я особо такие не ношу. Мне нравятся у них бока. Вот такие красивые, видите? Тут все-таки в золотяженьках. Вот. Такие. Тетя Мотя. Называются очки тетя Мотя. Не знаю, как, короче. Коричневые. Ну, такие очки. Это я была... Ну, знаете, когда машины там рекламируют, короче. В Москве какое-то было мероприятие. Мы вот от Opel'я дарили вот такие очки. Ну, мне они понравились, кстати. Мне нравится, как они сидят. Мне нравится, что стекла какие-то здесь сделаны. Ну, как бы защищены. Специально для вождения, да? То есть так, чтобы одеть. Тут Opel написано. Это когда у меня был Opel. Сейчас-то у меня уже другая машина. Более лучше. Вот такие очки. Ну, тоже вот эти вот. Вот эти вот модные капельки. Я в них проходила, конечно, позапрошлом году. Но сейчас они уже, мне кажется, старые. Вот такие, короче, очки. Весь интернет был завален фотками вот с такими очками, девчонки. Где-то в шоуруме я их в Москве покупала. Еще у меня были где-то Заровские очки в Заре покупала. Еще вот такие вот у меня есть очки. Это мне... А, это я не покупала. Это мне дали очки. И они классные были на Мальте. У меня не было очков, когда мне подружка дала очки, которые у них там были. Что-то я их так заносила, заносила, что они мне очень понравились. Они просто такие удобные, комфортные, легкие. Я не знаю. Тоже здесь не написано ни бренда, ничего. Обычные. Солярис написано. Обычные очки, но они очень классные. Я в них-то я их таскала, там вообще кайфовала от них. И вот все это в машине у меня лежит. Тысяча очков. Тысяча и один очков. Ну, для меня вот это все много, очень много. В общем, поискала я очки, но не смогла найти. Больше Заровские не нашла, потому что они... Наверное, я кому-то их подарила уже. Потому что они давно у меня были. Или они уже, может быть, даже и не модные. Вот такая вот у меня коллекция очков. Конечно, из всех-всех-всех мои любимые это вот эти. Потому что мне они кажутся вообще-таки стильные. Много кому идут. Ну, вот у кого такое лицо овальное, да, как у меня. И я буду в Москве, я зайду снова в Кедо. И я обязательно куплю. Там есть с голубыми, с розовыми, с правыми, с разными вот этими стекляшками. Мне кажется, очень яркий. И вот дизайн очень классный. Мне очень нравится. Поэтому хочу взять себе еще несколько таких. Вот, и что могу сказать. В общем, кто еще не выбрал очки, смотрите, выбирайте. С вами была Селена Све. Надеюсь, мое видео было вам полезно. И если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на меня. Будем вместе, будем делиться, кто что у нас есть. Не забывайте, что у меня идет конкурс на канале до 6 июня. Где главный приз у нас расческа-вупрямитель. Принимайте участие. С вами была я. Пока-пока.